собственно какие документы нужны на мопед вам нужны права самое главное вот и все то есть вам не нужны никакие регистрационные там и тому подобное в пункте 2.1.1 написано потом прикреплю что там регистрационные документы или что типа того они не нужны для мопедов вот там прям так написано то есть если мы не можем поставить технику на учет у нее получается нет никаких ПТС там СТС почти что там ничего этого нет мопеды ничего нельзя его поставить на учет у него нет этих документов у него есть чек чек как и на телефон на телефон тоже есть чек но чек никто же само не носит на телефон Что делают, когда телефон воруют и ищут эти телефоны? Они, получается, пробивают по базе данных этот телефон. Находит его номер и пробивают по базе данных. Тут то же самое. Вам не обязательно с собой возить чек. Есть номер рамы. Вот здесь, например, находится. Там-там находится. Ну, по-разному. Где он расположен, на разных моделях. Хер его знает. Там уже сами разберетесь. Суть такова то, что вам нужен чек. Конечно, лучше с собой возить. Ты дал чек, мент проверил. Все. И уехал. Довольный. То есть, если есть права, есть чек. Все. Без проблем. Можно кататься с удовольствием. Вот. Если нет чека, как, например, меня сегодня остановили. Говорили, мы уезжаем на штрафстоянку, нужен чек. Я говорю, какой чек? Чек это фикция. Я пойду сейчас в любой магазин, скажу электроники даже. Сделайте мне чек. Вот номер делайте. Они сделают мне этот чек. У меня будет мопед из, там, Эльдорадо, так скажем. Вот. Ну, то есть, это фикция. Вот. Ничего чек не подтверждает. Он не может подтвердить, что это твой мопед. Вот. Только этот. Что там может подтвердить? Этот. ДКП. Вот ДКП может еще. Ну, ДКП. ДКП можно и фиксировать. Ну, тоже, короче, вся фикция. Короче, мопеды можно пиздить по факту. Писать ДКП и можно доказать, что это твой мопед. Потому что у тебя есть ДКП, а у тебя нету ДКП. А если мусор не тупой. Если мусор, да, не тупой. Простите, товарищ полицейский. Товарищ полицейский, да? Понятно. Вот. Короче, еще, к примеру, блядь. У меня права есть. Документы, напоминайте. У меня тоже, смотри. Я все, блядь. У Амаха вина. С фото. Самое главное, к примеру, вы у вас стоите. С Канаки Кеном. Да подожди ты. Вы, например, стоите Канаки Кеном. Вы стоите, к примеру, на парковке. К вам подъезжают. Говорят, давайте документы. Ты говоришь, какие документы? Они говорят, права там на... Смотри. Это управляемое средство, да? Здравствуйте, подполковник Егоров. Ваши документы. Почему не на парковке? Так я не двигался, а ремонтировался на парковку, прикатил мопед. Блядь, не проканал. На самом деле, оно так и есть. То есть, если они к вам подходят, просят у вас права, вы говорите, я не должен вам показывать права, потому что я не ехал на этой технике, я не управлял ей. Это папин мопед, папа в суде. Потому что... Потому что они просят документы на управляемое транспортное средство. Вы ничем не управляли, вы не ехали на нем, и все, вам не нужны права, вы можете его катить. Они выбросят чек, ты им тоже самое говоришь. Если чека нету. Вот номер рамы пробивайте по базе данных. Чек у меня есть, но он дома. Я вам не обязан его предоставлять. Нигде не прописано, что вы должны предоставлять чек. Нигде. Заходишь в ПДД, там нигде не прописано, что на мопед должен иметься чек. Все привыкли, что документы на любую технику, они должны быть. Да, но на мопед это чек, либо ДКП, который ты не обязан с собой возить. Вот, то есть, ну, сколько раз меня останавливали. Да, многие ДПСники агрились на это, проверяли базы данных, там куда, мы тебя сейчас на штрафку увезем, ну и тому подобное. Но, как видите, все в порядке, все отлично, потому что не надо. Ну и это лишний гемок, у меня права есть и все. Вот, а у Миши, короче, разорвало шланг, потому что он перетекся и Миша дебил. Нет, у меня, блядь, у меня помпа отказала, СПГ перегрелась и въебала. Посмотри, нахуй, у меня сидушка вся мокрая и вот так вот до самого руля. Тут ебать, нахуй, фаер-шоу было, наверное. Оттенок розового. А еще ему на ляжке брызнуло, там, ну уже высохло. Понятно, давай, ты вот Егор Сидников и у тебя есть права. Какой? Что? Егор Измайлов. Измайлов? Да, да, да. Серьезно? Да. А что у тебя Сидников стоит, ты дебил? Ты нахуй... Я тебя же обидел. Вот, блядь, тебя Карина так называет? Да, ты на кого видео снимаешь, нахуй, а вот дура-то из Сидников на Сидников. Вырежу, нахуй. Я не буду вырезать, я полностью просто забьюсь. Короче, пацаны, также, к примеру, вот мне сегодня сказали, что... Мне сегодня сказали, что давай там выход проверять, я привезу аппарат, тому подобное. Я говорю, да, замечательно, что вы выход будете проверять, но тех регламентов на мопед нет. То есть, к примеру, там многие говорят, да вот вы там изменение в конструкции. Какая нахуй на изменение в конструкции, если тех регламента нету? Вот они бы показали мне тех регламент на Ямаха БВ, сказали, вот тут вот такой руль должен стоять, у тебя другой. Вот, я бы сказал, блядь, ну да, так вы правы. А так нет никакого тех регламента, ничего нету. Хоть раму переваривает, ну... В пределах разумного. В пределах разумного, да, если у тебя не будет колесового здесь и рулю вот так вот, пиписька рулится, то в принципе нормально, можно ездить. Вот, и без глушителей не ездите, пацаны, это хуёло на самом деле. Меня мент тоже ругал, но я сказал, у меня тихий. Он сказал, ну... А у меня громкий. А у Миши... Громкий. Мухеры видели сколько за 5-6 тысяч. Да, 5-6 тысяч за мухер, это вообще у Миши, вон, обрубыв, что такое вот. Зера. Зера, блядь. Ой, видал, нахуй, блядь, клёпку, нахуй, оббальцевало, нахуй, пиздец, смотри, нахуй, во что она превратилась. Ну ладно, короче, видео уже на 6 минут зашло, поэтому... Вот, обзор утки хотели, но это потом.